здравствуйте дорогие друзья до тема нашей недельной главы тазрея митсура одна из вещей которые она поднимает наша тема это закон обрезания известно что авраам авину наш прадет авраам был обрезан в глубоком возрасте и после повеления всевышнего делает обрезание и пишется на 8 день будет обрезанный каждый мужчина в твоем доме да и в нашей недельной главе говорит если женщина начнет родиться если родиться мальчик то мальчик на 8 день обязательно завершить обрезание сразу говорю что если на 8 день ребенок еще не здоровый да то ждут пока ребенок будет здоровый и обрезает его на тот день когда обрезает кстати очень важная вещь заповедь обрезания лежит на отце ребенка и если ребенок уже вырос и отец ему не сделал то тогда заповедь обрезания лежит на самом ребенке и поэтому любой человек который достиг определенного возраста еще не сделал обрезание каждый день пока он не сделал обрезание это очень плохо то есть он должен ступить союз и табрама и с хакой акоба то есть этот союз заключается обрезанием и он должен осветить свою душу и мы об этом тоже скажем и поэтому он обязан сделать обрезание чем можно скорее но наш вопрос недельный главы который я хочу задать этот вопрос почему обрезание делают в таком возрасте почему обрезание не сделать скажем уже взрослом возрасте кстати у врама было два сына один из них врама и два сына которые делали обрезание один из них сделал 13 лет другой то эшмаель ицхак сделал обрезание на восьмой и Zarine у него потом были еще дети но мы сейчас поговорим об об ицах и о ишмаели теперь ишмаель задает резонный вопрос он говорит резонный вопрос когда ицхак начал расти и уже они стали взрослыми юношами и ишмаель ставит в упрек ицхаку он говорит мне сделали обрезание когда мне сделали обрезание не сделали обрезание в 12 лет А в 13 лет мы знаем, что он у евреев делается. Бармитсва. Бармитсва это время, когда человек уже ответственный за свои поступки. Когда он может сказать нет. И все. И Ишмаэль мог спокойно сказать, я не буду делать обрезание, я не хочу. И Авраам не может его силой заставить. Это его выбор. И тем не менее, Ишмаэль не побоялся. Я сделал обрезание в 13 лет. И этим он упрекает Ицхака. Он говорит, ты видишь, и мне сделали обрезание, как положено в 13 лет, когда я прочувствовал все это. И я прочувствовал это, и я это сделал осознанно. А ты, кто ты был? Ты был ребенком 8 лет. Что ребенок 8 лет понимает? Он еще ничего не понимает. Ты даже не почувствовал боли. А я почувствовал. И поэтому мое обрезание выше, чем твое. И тогда Ицхак сказал, что я готов полностью себя посвятить Всевышнему. И в этот момент как раз и возникло испытание. Такое испытание мы знаем. Ицхака положили на жертвенник. Ты полностью готов отдать себя Всевышнему? Попробуй отдать себя Всевышнему. То есть Ицхак выдержал с гордостью это испытание. И мы продолжаем нашу тему. Продолжаем. Почему все-таки резонный вопрос Ишмаэля к Ицхаку. Он говорит, почему вы делаете обрезание на 8 день? Ведь на 8 день еще неизвестно, кем вы вырастите. Что такое у нас закон? Что такое у нас союз? Мы делаем контракт какой-то. И если человек хочет дать наследство или что, он пишет, я в трезвом уме и в памяти завещаю все. А тут ребенок какой? Он же ребенок. Неизвестно какой путь он выберет. А вдруг этот ребенок, не дай бог, вырастет убийцей, бандитом или еще кем-то. А мы его вводим в союз обрезания, в союз связи с Богом. Зачем? То есть откуда мы знаем? Вдруг он не пойдет по воле Бога? И он будет нарушать этот завет. Почему мы не делаем завет Бога? Почему мы делаем завет Бога именно в тот момент, когда ребенок осмысливает и понимает? Кстати, один из интересных вещей. Если усыновили ребенка, то как бы его не воспитывали по-еврейски, он является неевреем, то в 13 лет он должен выбрать, он идет по еврейской дороге или не идет по еврейской дороге. Даже если его полностью воспитывали по-еврейски, у него есть свобода выбора в 13 лет. И, как правило, какой ребенок, который воспитывали как еврейство, выберет еврейство. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что человек 8 дней вообще ничего не понимает. И почему цифра 8? Почему не сделать на седьмой день, на шестой? Почему не сделать через месяц, когда он окрепнет? Или еще что-то. Почему именно 8? Это тоже очень важно, и мы этого коснемся. Итак, мы начинаем отвечать на наши вопросы, которые мы поставили. Мы знаем, что когда родился Ишмаэль, и когда Авраам просит у Всевышнего, Всевышний ему говорит, от тебя произойдет новый народ, еврейский народ, то есть, как он ему завещает, и говорит, что будет от тебя еврейский народ, который будет очень святым. И что говорит ему Авраам? Мне достаточно, у меня есть Ишмаэль, главное, чтобы он ходил путями Торы. Ишмаэль тоже праведный человек, пусть он ходит путями Торы, и все, больше мне ничего не нужно. И тогда говорит Всевышний фразу, которая является ответом на наш вопрос. Нет, этого недостаточно. Должен быть особый ребенок, который осветится, и связь его будет со Всевышним еще до рождения. Этот ребенок, от которого произойдет еврейский народ. И особенность еврейского народа в том, что наша связь со Всевышним стоит выше разума, выше понимания и выше любой логики, которая возможна в мире. Сейчас весь мир отмечает трагедию, трагедию еврейства. Нас убивали, с нами делали все, что угодно. И после этого, вы видите, допустим, меня с бородой, хотя по логике вещей я давно должен был быть, как и весь еврейский народ, уничтоженный, от нас не должно было остаться ничего, но есть народ, который выстрадал. То, что он выстрадал, то, что сегодня мы говорим, это невозможно недооценить весь тот ужас, который перенес еврейский народ. И тем не менее, мы все живем, и мы все продолжаем верить во Всевышнего. Пишется, народ, вы все праведники. Что значит все праведники? Одна из вещей. Потому что мы до сих пор, то есть найдите еще один другой народ, которого уничтожали, убивали, делали с ним все, что угодно. Такие зверства, которые подвергался еврейский народ, и при этом еврейский народ остается верен своему Богу. Он входит в синагогу, когда это возможно. Сейчас у нас карантин, понятно. Мы продолжаем служить Всевышнему, мы продолжаем двигаться в определенном направлении, мы знаем, что есть Бог, и это не подвергается никакой логике. Связь еврейского народа со Всевышним выше всякой логики. И одна из вещей, которые еврейский народу наследовал Всевышнего, это то, что мы, несмотря ни на какие беды и переживания, остаемся верны нашему Богу. Найдите еще в мире еще один такой народ, который столько же выстрадал, сколько еврейский народ, и при этом остался еврейским народом. И раз мы уже заговорили о сегодняшней трагедии, так мы должны обязательно отметить, что задача Гитлера и Махшмон, пусть будет стерто его имя, было то, чтобы выбить с нас наше еврейское начало. Он говорит, надо уничтожать евреев до третьего поколения. Почему до третьего поколения? Ему говорят, посмотри, вот этот еврей, то есть Карл Марс, то есть он уже, какой он еврей вообще? Он вообще целую теорию создал, целую религию создал. Он же немец, настоящий немец, он уже наш. Говорит, нет, вы не знаете, другими словами это говорил Гитлер, я утрирую, конечно, вы не знаете потенциал этого народа. Если мы его не уничтожим, то все равно ихние внуки станут евреями в третьем поколении, и они вернутся в еврейство, в то еврейство, которое вы видите, в то еврейство, которое он хотел уничтожить. Он хотел уничтожить в нас нашу веру в Бога, в нас, нашу связь с Богом. И у него, слава Богу, не получилось. И наш ответ ему, это самая большая месть, что мы сидим сейчас здесь, с вами, и мы с вами продолжаем верить в Бога, мы продолжаем учить его святую Тору, и мы продолжаем делать свои семьи, мы продолжаем увеличиваться, мы продолжаем жить, как евреи. И ничего у него не получилось, мы победители сегодня. Но это не тема нашей недельной главы, к сожалению. Ну и так же и тема. И теперь мы возвращаемся и продолжаем. Что важно для Всевышнего? Для Всевышнего важна связь еврейского народа, который будет стоять выше логики. И это он и наследовал Адаврама, и это он и наследовал Адаврама, Исхака и Акова. Мы еврейский народ, и связь наша с Всевышним стоит выше логики и разума. Именно поэтому мы делаем обрезание на восьмой день. А почему на восьмой? Потому что восемь это особая цифра. Мы знаем, что есть семь дней недели и семидневный и вообще семичный цикл. Если кто-то говорит, я не знаю, как так получается, но если взять бутылку с вином и поставить вокруг нее, чтобы полностью окружить бутылок, сколько должно получиться? Семь бутылок. То есть, так получается, говорят, не специально это делали, но так получилось, семь бутылок помещается. Я никогда не проверял, можно проверить, но так я слышал. И вообще у нас семь нот, семь раз обходит жених невесту и все. Цифра семь. А тут у нас появляется цифра восемь. Что такое цифра семь? Семь это шаббат, это конечность нашего материального мира, это гармония нашего мира. Что такое восемь? Мы знаем, что цифра восемь также назначается бесконечность. Восемь это то, что стоит над нашим миром. Что значит над нашим миром? Над нашей логикой? Что стоит над нашей логикой? Над нашей логикой стоит как раз наш завет со Всевышним. Нету никакого объяснения, никакой логики этому завету. Всевышний наградил Авраама сыном и наградил его целым потомством, который будет, его связь с Богом выше, чем время, выше, чем все, что есть. Мы связаны с Богом одной нитью, и эта связь стоит выше. Именно поэтому ребенок уже рождается, он уже еврей. Никуда от этого не денешься. Он еврей и останется евреем. Именно поэтому, знаете, это известный анекдот, да, то есть, когда, не дай Бог, один еврей решил принять из-за тяжелого положения нееврейскую веру, ему говорят, у нас завтра пост, да, то есть, ты принял нееврей, теперь ты стал неевреем, его осветили там, осветили, там, побрызгали водой и сказали, теперь ты все, ты был евреем, стал неевреем, то есть, ты стал обычным человеком. Вот, ну, ты знаешь, у нас завтра пост, я приду проверю, и нельзя есть мясо. Приходит, еврей кушает мясо, он его спрашивает, извини меня, говорит, ты же принял другую веру, ты же перестал быть евреем. Он говорит, ну, он говорит, ну, так ты кушаешь мясо, какое-то мясо, это не мясо. А что, я взял воду, побрызгал на него воду, сказал, был баран, стала рыба. Как ты можешь такое говорить? Ты думаешь, что взял кусок мяса, побрызгал на него воду, и это сразу стало, как бы, рыбой? Он говорит, а что ты думаешь, ты побрызгал какую-то воду на еврея, да, и этот еврей сразу стал кем? Не евреем? Нифига подобного. Брызгай сколько ты хочешь воды, делай, что ты хочешь с ним. Он остается евреем, и эта связь у него будет всегда. Как только мы родились, мы родились евреем, и мы связаны с Богом, неразрывной цепью, которую невозможно разорвать, и никакие беды, никакие страдания не могут нас лишить этой связи. Эта связь стоит выше разума, выше логики, выше любого времени. Мы связаны со Всевышним вот так. Это наш завет, это знак. И есть очень интересная история, которую я хотел рассказать. Это история, которая произошла с отцом, с тестем Рэбе нашего, то есть предыдущие любаяческие Рэбе. Известно, что он сильно страдал, он сидел в тюрьме. И когда его допрашивали, он на допросе, следователи, они были евреи. И не только следователи евреи, как я понял, там было много евреев. И он решил говорить с ними наидыш. Начал говорить с ними наидыш. Они сначала делали вид, что они не понимают наидыш. Потом зашел кто-то и сказал, почему вы решили, что мы говорим наидыш, что мы евреи? Он говорит, я вам отвечу на один пример. На ваш вопрос я отвечу примером. Когда мой отец как-то шел в Киеве по улице Хрещатик, и там он увидел еврея, уже коммунисты, уже такого большевика, одеты в кожаную куртку, в кожаную кепку, он увидел, что это еврей, подошел и спросил, наидыш, скажи, пожалуйста, сколько времени? На что он ответил, а почему ты решил, что я еврей? И начался на него очень громко говорить. Я такой еврей, я уже, видишь, я другой человек. Чего вдруг ты говоришь мне на самом наидыш? И тогда он ответил ему, мой человек, который делает обрезание, когда сделал тебе обрезание, этот кусочек приклеил к твоему носу. И теперь каждый видит, что ты еврей, что бы ты ни делал, во что бы ты ни одевался. Да, и то же самое здесь. Как бы мы ни пытались уйти от своего еврейства, кем бы мы ни были, кстати, очень интересно, и для неевреев мы тоже остаемся евреем. Если мы возьмем некоторых известных личностей, типа Березовского и еще кого-то, они себя выводили из еврейского народа. Карл Марс тоже, наверное, выводил себя из еврейского народа, как вы понимаете. И тем не менее, говорят, вот эти евреи. То есть, наши враги, кстати, видели в нас то, что, к сожалению, мы не всегда видим. Как мы говорим в Магилат Истер, когда Ахашвирош обращается, когда Аман, грешник Аман обращается к Ашвирошу, он говорит, Он говорит, есть один народ, разбросанный, рассеянный среди всех народов, и законы Всевышнего он не соблюдает. То есть, законы царя он не соблюдает. И объясняет наша Тора, что любое обращение Аммана, это как бы обращение к Ахашвирошу, это как бы обращение, некоторые обращения, обороты, он говорит, что это иносказательно. То есть, что подходит и говорит Аммана Ахашвирошу, он говорит, есть один народ, рассыпанный среди народов. Слушайте, если он рассыпанный среди народов, как он является один? Он говорит, несмотря на то, что он рассыпанный среди всех народов, он является одним целым. Да, это один народ. Он говорит, и законы царя они исполняют. Какого царя? Конечно, нехашвироши, евреи были законопослушные граждане. Понятно, он говорит, о каком царе он говорит? Они не исполняют законы своего Бога, и поэтому ничего страшного, надо их умертвить. Раз они не исполняют, почему Бог должен за них заступиться? Нужно уничтожить этот народ, потому что он разбросанный и не исполняет законы своего Бога. Но есть один народ, спрашивают, почему Аман не уничтожил только Мардыха, или семью Мардыха, или евреев Шушана, или все. Он сказал, я уничтожу всех евреев. Почему? Потому что это один народ. Неважно, где мы живем, в Казахстане, в России, в Украине, в Израиле, в любой другой стране, мы один народ. И нас не делят на единицы. Не говорят, вот это хорошие евреи, как антисемиты любят говорить. Есть евреи, но есть жиды, есть евреи, так они говорили. Десемит настоящий говорит. Вот это хорошие евреи, а это нехорошие. Нет. Они на самом деле считают нас одним народом. Мы единое целое для них. Мы единое целое для них. Мы неделимый народ для них. И наши враги это видят. А мы, к сожалению, не всегда видим. Посмотрите, что происходит в Израиле иногда, или в других местах. Мы не видим, что мы один народ. Мы не ощущаем это. Мы должны ощутить это. Я сегодня слышал такую шутку, надо сказать, шутку одну. Говорит, именно потому, что в такое тяжелое время мы обязательно не можем объединиться. Здесь говорят, мы должны объединиться. Здесь говорят, коронавирус не дает нам объединиться. Но мы видим, что мы все равно. Мы святой народ. Мы объединяемся через что? Мы объединяемся через наши интернет-возможности. На интернет-пространстве. Это объединение довольно серьезное. К сожалению, мы не всегда можем так же донести. Ну, это ладно. Мы продолжаем дальше. И поэтому заповедь обрезания дана именно на восьмой день. Еврей связан со Всевышним выше логики, разума и всего. Еврей постоянно связан со Всевышним. Он и Всевышний одно целое. И только родился еврей, он уже вступил на восьмой день в союз Авраама, Ицхака и Иакова. Как мы говорим, в союз Авраама. Он вступил в союз Авраама. Какой союз Авраама? У него есть союз с Богом. И что бы ни произошло, этот союз никуда не девается, потому что он стоит выше логики и выше разума. И мы сейчас дожили до этого времени. Мы находимся вместе с вами. И у нас есть возможность оказаться одним народом, несмотря и единым народом, несмотря на коронавирус. И даже в каком-то плане мы можем больше времени уделить изучению тур. И я хочу пожелать вам и нам всем вместе, чтобы этот коронавирус чем можно скорее закончился, чтобы Всевышний послал нам праведного Машеха. И пишется, что когда придет Машех, конечно, мы будем вспоминать о тех днях, которые мы прожили, как о самых таких благовейных днях. То есть мы будем дорожить ими. Кстати, не подумайте, что мы хотим, чтобы эти дни продлевались. Вы знаете, очень интересная фраза. Я не помню, как точно она сказана, как ее точно сказать. Но когда спросили предыдущего Рэба, он сказал, если бы мне кто-то захотел купить хотя бы один день моего заключения, он говорит, я бы не отдал. Но если бы мне кто-то предложил на один день больше, я бы всегда отказался. И так же и наш мир. С одной стороны, мы находимся в страшном времени, когда корона, люди умирают на улицах, и очень страшное время. То есть какое-то, ну, конечно, я уже говорил об этом. Сравнить с тем, что мы пережили, переживаем сейчас, и с тем, что переживали до этого поколения, как сегодняшний день. Мы в раю. Они были бы счастливы. Вы знаете, у нас был в Павлодаре один человек, Гольфмахер Фимар Ахмилович. Он, его скрывала украинская женщина, всю войну она скрывала его в подвале, да, в своем подвале. И она его выносила иногда в мешке на улицу, когда там, где никого не было, чтобы он немножко увидел свет, да. То есть у него был карантин много лет. И не дай бог нам дожить до такого карантина, да. А мы тут у нас небольшой карантин, и мы уже говорим, ой, как тяжело, да. С другой стороны, это все равно проблема, это все равно какое-то ограничение. Но с другой стороны, поверьте мне, когда с Божьей помощью мы выйдем из карантина, мы будем вспоминать об этом времени, говорить, посмотрите, мы смогли послушать урок раввина, не обращая внимания на телефоны, не обращая внимания на какие-то вещи. Потому что у нас столько времени было свободного, поверьте мне, закончится карантин, мы уйдем в рутину наших сегодняшних дней, да, уйдем в рутину нашей работы, занятости. И мы не будем столько времени, и дай бог, чтобы этот карантин дал нам силы осознать, ощутить и понять, что без тора мы уже не можем. Я вспоминаю свое время, когда я был в Одессе, благодаря раввину Ишае Гисеру, моему первому учителю. Вот, и никогда, как бы, мы не забудем того времени, да, о котором это все начиналось в то тяжелое время. Это время, когда у тебя есть возможность духовно совершенствоваться, оно особое время, особое время, ребята. И поэтому, когда мы ходили, к чему я так говорю, я помню, что когда я приходил на трапезы, которые устраивал Ишае Гисер, трапезы по шабатам, для меня это было очень важно. Ну, я приходил, конечно, на молитву по возможности, вот, это отдельная история, сейчас я не буду рассказывать. И вот, когда я был, приходил на трапезу, и уже вечером мы встречали шабат, когда один раз я не мог прийти, я чувствовал себя, все, у меня убитая неделя, я не живу, я уже, я уже ощущал себя очень, очень плохо. Да, то есть, как бы, настолько ты привык к этому, что без этого ты пустой. Я хочу очень, ребята, чтобы мы привыкли к урокам. Сейчас этот урок идет 21 минуту. Дай Бог, чтобы мы каждый день смогли уделить хотя бы 15 минут и сказать, мы не можем бесторить. Уже бесторы, мы чувствуем себя ущербными, не такими. Поверьте мне, это большое удовольствие. Как говорил, говорит мой первый учитель, Ирина Шая Гиссера, когда я был в Одессе, он говорит, его одна фраза, которую я запомнил на всю жизнь, он говорит, почувствуйте, что Бог хорош. Да, это понятно, где-то приведено в религиозной книгах. Он говорит, почувствуйте, что Бог хорош, почувствуйте, что Бог хорош. Для этого нужно учиться. Давайте мы будем продолжать учиться, будем продолжать наши уроки. Вот, еще раз всем хорошей недели и до новых встреч.